МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Детский контент. Объявлен второй сезон школы блогеров. Прошлый год прошел весьма продуктивно. Что ожидать от нового старта? А также правила поступления, предвыборная кампания и курс на успех. Страна уверенно движется к достижению официального прогноза по ВВП. Какие показатели? Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Александр Лукашенко провел совещание с руководством правительства. Лейтмотив – вопрос экономического характера. В частности, обеспечение белорусов в малых населенных пунктах всем необходимым продовольствием. Несмотря на то, что республика почти полностью обеспечивает себя продуктами питания, глава государства подчеркнул, из небольших городов и деревень поступают жалобы на ассортимент. Вопросы внутреннего характера, прежде всего, функционирования экономики, но при этом хочу предупредить правительство, что скидок никаких не будет в плане обеспечения нормальной ситуации в предновогодние и предрождественские праздники. Не должно быть никаких проблем с продовольствием для наших людей. Ну, слушайте, если бы чего-то не хватало. Всего хватает. Только наша распорядительница, особенно малые города и агрогородки, и деревни. Это наши люди, это не богатые люди. Они должны всем быть обеспечены. Праздники должны быть не только для начальников и жителей Минска и крупных городов. Праздники должны быть для всех. Также глава государства анонсировал ряд международных переговоров и рабочих визитов. Александр Лукашенко отметил, год был напряженным, особенно летний-осенний период. Поэтому деловые поездки перенеслись. Кроме того, президент поговорил о сотрудничестве Беларуси с Африканским континентом, Азией и Арабскими Эмиратами. Февраль-ноябре. Последние дни вся страна стоит на ушах не только из-за погоды. По новостным лентам то и дело разлетаются страшные последствия необдуманных поступков на дороге. Около половины 10 утра на трассе Могилев-Чириков водитель ФИАТ не справилась с управлением и выскочила навстречу, где влетела в рейсовый автобус. Ехавшие следом Тойота и Лада не успели затормозить и стали еще одними участниками ДТП. В результате опасного обгона погибли две женщины. Водитель и пассажир – виновницы аварии. Также напоминаем, по 5 декабря Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию под названием «Меняй свой стиль на зимний», направленную на профилактику ДТП в зимних условиях пропаганду использования зимних шин. Несмотря на сложные погодные условия, ситуация под контролем. Все силы брошены на обеспечение безопасности движения. В усиленном режиме ведутся работы по своевременной уборке снега и обработке проезжей части противогололедными составами. Также специалисты призывают людей к очистке придомовых территорий от ледяных осадков. Вкусное золотистое. Бобруйскому заводу растительных масел – 125. Более чем вековая история предприятия – пример огромного энтузиазма трудовых поколений. В связи с праздничной датой работников предприятия чествуют за добростовестный труд, высокий профессионализм и особое достижение в производственной деятельности. В адрес тех, кто предан своему делу слова благодарности, почетной грамоты, шикарные букеты и музыкальные номера. Подарком на все 125 стало открытие памятного знака на территории завода. В 2018 году отмечали 120 лет. И кажется, всего прошло 5 лет. А такие изменения на предприятии просто колоссальны. Мы вышли на большие рынки мира. Мы раньше не мечтали даже об этом. Теперь у нас обширная география, но мы стремимся развивать ее дальше. Даже не ожидал, что он вот так вот отметил грамотой. Ну и очень благодарен нашему госполкому, который замечает в трудовых коллективах людей, которые стараются. Условия для работников нашего предприятия созданы очень великолепные. Поэтому коллектив у нас довольно-таки сплоченный. Благодаря слаженной работе в этом году заводам реализовано порядка тысячи тонн готовой продукции только на внутренний рынок. Плюс три тысячи на экспорт. Спросом Бабруйская золотистая пользуется чуть ли не в каждом уголке мира. Среди партнеров не только страны-соседки, но и Германия, Швейцария, Вьетнам, Швеция, Казахстан, Узбекистан, Канада и, конечно, Израиль. Обеспечение условий, неукротимая стихия и доступное образование. В Беларуси увеличились список вузов для поступлений без ЦТ, куда можно подать документы. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Белорусским избирателям в единый день голосования раздадут разное количество бюллетеней. К слову, жители деревень получат по четыре, меньшани только два. Это обусловлено тем, что сельские жители будут выбирать депутатов поселкового, районного и областного советов, а также палаты представителей. Дата назначена, напомним, на 25 февраля 2024. Страна уверенно движется к достижению официального прогноза по ВВП. Внутренний воловой оборот вырос почти на 4%. Экономика развивается, появляются новые производства, увеличивается выпуск товаров. Промышленность в плюсе более чем на 8%. Розничный товарооборот на 6,5%. Прогрессируют и реальные денежные доходы. Еще один важный показатель успешного развития – рост объема инвестиций до 6 млн. В Беларуси увеличили список вузов для поступления без ЦТ. Сейчас в нем 21 позиция. Одно из условий – быть победителем или призером университетской олимпиады. Регистрация на участие уже началась. Полный перечень учебных заведений можно посмотреть на сайте Минобра. Республика усилила уровень гарантий для работников ЖКХ. Соглашение подписали на 2024-2026 годы. Документом предусматривается увеличение единовременной выплаты сотрудникам, которые были призваны на срочную службу, но вернулись на прежнее место работы. Также будут выделены средства на решение проблем молодежи и поддержку инициатив. 28 ноября на территории страны синоптики прогнозируют сложные погодные условия. На большей части ожидается снег, ветер северо-западный порывистый. На отдельных участках дорог гололедится. Столбик термометра днем покажет от минус 1 до 7 ночи, от 4 до 10 мороза. Такую непогоду в Беларусь принес черноморский циклон ФИЛ. Без прошлого нет настоящего. В Бобруськорении активисты БРСМ встретились с ветеранами комсомольского движения. Диалог поколений прошел в год 105-летия Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. В его рядах тогда состояло более 200 миллионов человек. Старшему поколению есть чем поделиться с нынешним. А главное, это необходимо. Ведь современный Белорусский республиканский союз молодежи по праву считается преемником комсомола. Любить, уважать, ценить не только жизнь, а прежде всего родной город и родную Беларусь. И вот ради этого стоит встречаться. Это приносит свои какие-то плоды. Во-первых, ну оживает и сам человек в этом общении. Молодежь, может быть, она где-то какую-то крупицу что-то услышит, увидит и где-то утвердится в каких-то шагах, в каких-то действиях. Встреча обогатила одновременно и ветеранов комсомольского движения, и тех, кто сегодня возглавляет Барсеем. Ну и мы сделали вывод, действительно нужно, чтобы на каждом предприятии такие встречи прошли. Потому что каждое из предприятий имеет свою историю, в том числе и комсомольского движения. За так называемым круглым столом ветераны комсомольского движения не только поделились своим опытом и вдохновили молодое поколение на новое свершение, но и исполнили всеми любимые песни советской юности. БРСМ, в свою очередь, рассказал о том, чем сейчас живет объединение активистов. С новой силой в Бобруйске объявлен второй сезон «Школы блогеров». Проект так полюбился юным контент-мейкерам, что его решили продолжить. В планах выйти на новый уровень и радовать детским вещаниям радиослушателей и телезрителей. Подробности далее. На базе Центра дополнительного образования отгремел кастинг второго сезона «Школы блогеров». В ряды будущих медийщиков пришли пробоваться юные бобручане, учащиеся школ. Ребятам необходимо было рассказать о себе и о целях, которые они хотят добиться в ходе обучения. Я узнала о кастинге из классной группы. Классная руководительница скинула нам ссылку. Я зашла, почитала, посмотрела. Мне стало это очень интересно. Я собираюсь поступить на журфак в БГУ. Надеюсь, что у меня все получится. Для развития ютуб-канала «Пробовать свои силы» пришла и Мария Мещихина. Юный блогер уже собрала 8 тысяч подписчиков и хочет еще большего роста на площадке. В своих влогах школьница рассказывает о повседневной жизни. Сегодня она здесь, чтобы попасть в число везунчиков и повысить свои скиллы. Мне нравится снимать что-то на камеру. И журналистика – это большая сфера, можно сказать, как большая планета, где можно совместить приятность с полезным. Школа блога, она ставит правильную речь, показывает, какие изюминки можно вложить в свое видео, как правильно это делать, например, даже ставить камеру, как можно записать сценарий. Появится много идей для дальнейшей работы, и это будет довольно полезно. Позади полгода интенсивов, мозговых штурмов и бесконечной практики. Школа блогеров, которая успешно стартовала 11 марта, показала себя наилучшим образом. Настоящие профи современной журналистики делились бесценным опытом с молодежью. Ребятня, в свою очередь, финишировала с багажом знаний, опытом работы в сети, умением фильтровать поток информации, желанием и дальше идти по журналистской стезе. Прошлый год прошел весьма продуктивно. Мы научились держаться на камеру, разговаривать, общаться между собой, познакомились. Журналисты попробовали себя в новом образе педагогов. Нам тоже пришлось учиться. В этом году мы уже планируем выйти на новый уровень и радовать радиослушателей, телезрителей детским вещанием. Не пропустили важное мероприятие и выпускники первого сезона. Маститые блогеры поделились своими навыками, лайфхаками и хорошим настроением. Впереди трудный, но максимально захватывающий период. Юлия Вернер, Василиса Петрушко, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова